Здравствуйте, ребята! Сегодня мы поговорим об одной из самых сложных, но и одной из самых интересных профессий – профессии военного переводчика. Я постараюсь вам рассказать о том, чем мне пришлось овладеть в иностранных языках и в других областях для того, чтобы справляться с этой профессией. Прежде всего, вы должны быть специалистами по иностранным языкам, желательно не по одному иностранному языку. Это самое главное в вашей профессии. Вы должны любить иностранный язык, должны хорошо владеть лексикой, грамматикой. Это не должно для вас представлять никакой трудности. На это у военного переводчика нет времени во время его работы. Лексика и грамматика иностранного языка для вас должны стать родными. Вы должны свободно выражать свои мысли, вы должны подбирать нужные вам слова и выражения и не задумываться об этом. Вы должны уметь хорошо фонетически оформить свою речь. Люди, которые присутствуют на мероприятии, должны легко вас понимать. Не забывайте о том, что военный переводчик часто работает в условиях непрямого контакта с теми, кому он переводит. Вам придется переводить радиопереговоры, когда шум вокруг, да и сама техника связи не позволяет слышать вас хорошо. И если вы будете говорить нечетко, если вы будете делать фонетические ошибки, то вас не смогут понять. А в работе военного переводчика понимание — это главное, главное то, чего вы должны добиться для того, чтобы всем был понятен и полезен ваш перевод. Иностранцы, с которыми вы работаете, не будут говорить так, чтобы было понятно переводчику. Представьте ситуацию стрессовую, ситуацию, в которой работают обычно военные переводчики. Это проведение совместных учений, проведение совместных военных операций. В этих условиях иностранцы будут говорить так, как они привыкли. А вы должны понимать их идиоматичную речь, любые выражения, любой жаргон, который они используют в своей повседневной деятельности. Вы должны это понять быстро, точно перевести и дать необходимую информацию вашим руководителям для принятия решений. Военный переводчик осуществляет перевод прежде всего в военной сфере. Поэтому, кроме хорошего знания иностранного языка, важно хорошо разбираться в военном деле. Вы должны знать многое об образцах военной техники и вооружений. Вы должны знать новейшие информационные технологии, которые сейчас активно применяются в военной сфере. Никто не знает, в каких ситуациях, в какой области вам придется переводить. Иногда приходится разбираться в тонкостях медицинского обеспечения военнослужащих, в тонкостях продовольственного обеспечения военнослужащих и даже разбираться в устройствах ледоколов. Еще одно необходимое знание для военного переводчика – это знание культуры стран изучаемого языка. Вы должны понимать, как устроен менталитет тех, с кем вы работаете. Это не только наши партнеры по военно-техническому сотрудничеству, но иногда и наш противник. Без понимания глубин иностранной культуры, без знания менталитета иностранцев, вы не сможете передать все нюансы их речи, их высказываний, их мыслей. Очень часто военным переводчикам в мирное время приходится работать и на мероприятиях, которые не связаны непосредственно с военным делом. Это культурная программа, в которой участвуют представители Российской Федерации по приглашению наших иностранных партнеров. И здесь военному переводчику придется рассказать и перевести представителям нашей страны о том, что показывают нам наши иностранные партнеры. Мне приходилось переводить бейсбольные матчи, посещение самых невероятных музеев и экспозиций. И это тоже часть работы военного переводчика. Вы не должны забывать о том, что военному переводчику приходится работать в необычных условиях. Это тяжелая работа, и для этой работы военный переводчик должен быть подготовлен психологически и физически. Физическая подготовка для военного переводчика также важна, как для любого военнослужащего, а может быть даже и больше. Ваша работа прежде всего интеллектуальная. Многое зависит от скорости вашей реакции, от того, насколько точно и быстро вы подберете необходимый вариант перевода. И вам это предстоит делать в условиях, когда климат не очень привычный для вас, когда не удалось поспать ночью. Для этого вы должны быть прежде всего готовы физически, ну и, конечно, психологически. Часто для того, чтобы эффективно работать переводчиком, осуществлять сам перевод. Приходится постоянно даже в условиях командировки поддерживать свою физическую форму, заниматься спортом хотя бы для того, чтобы справиться с теми психофизическими нагрузками, которые таит в себе профессия военного переводчика. И последнее, но совсем не самое последнее по важности. Вы должны быть готовы быть посредником в диалоге. Несмотря на то, что работа военного переводчика часто происходит в условиях военного конфликта, задача военного переводчика — это не раздуть этот конфликт, а все же навести месты. Вы должны способствовать пониманию между разными сторонами в сотрудничестве или в конфликте. Научиться слышать все стороны, которые участвуют в переговорах, вот важная задача военного переводчика. Если вы научитесь это делать, вы сможете переводить так, чтобы ваш перевод шел во благо, чтобы он был конструктивным, созидательным, а не разрушительным. Военный переводчик, ребята, это больше, чем переводчик. Это лингвист, способный решать любые задачи в любых условиях. Любите язык, знайте культуру стран, изучаемого языка, разбирайтесь в военном деле, и вы станете настоящим профессиональным военным переводчиком. Вы сможете принести пользу нашей стране на военной службе. И, конечно же, будете востребованы после окончания военной службы в разных сферах профессиональной деятельности.